В полицию Ленинского района города Ульяновска обратилась жительница областного центра с заявлением. Заявительница пояснила, как утром 2 октября в районе Сельдинского шоссе в лесопласе на нее напал неизвестный. Девушка отбилась от нападавшего и написала заявление правоохранительные органы. А начиналось-то все по рассказам нападавшего. Так и запутаться нехитро. Ну натурально история любовная, но увы криминальная. В эфире «Полиция 73» передача о самых громких криминальных событиях в Ульяновской области, об особенностях работы полицейских и об их героических поступках. Вместе со стражами порядка я, Павел Патриков, в этом выпуске. Боец из Татарстана подрался с девушкой и со спящим мужчиной. За 30 тысяч рублей 7 раз по голове палкой. Полиция не против иностранцев, но против нелегалов. Расскажу, как полицейские помогли восстановить документы по горельцам и про юных нарушителях на дорогах. Начнем. В полицию поступило сообщение из медучреждения. Обратился мужчина с многочисленными колото-орезанными ранами. Сотрудники ОМВД России по Ленинскому району города Ульяновска задержали 48-летнего жителя республики Татарстан, ранее судимого за совершение противоправных действий. Восстановили весь маршрут передвижения подозреваемого. Оказалось, что его приключения начались гораздо раньше. Неоднократно судимый житель республики Татарстан – заядлый игрок. Там сделал ставку на спорте, попил пиво крепкого. Купил шашлык, готовый уже, потом две бутылки водки. И с этим пакетом я поехал до конечной остановки. Сытый и довольный боец-игрок из Татарстана не стал стеснять себя в получении ярких впечатлений. Возможно, выпитый им полуторалитровый сосуд крепкого напитка в сочетании с припасенной водкой раззадоил его. Душа потребовала продолжения. Выйди из маршрутки дальше. Выйди из маршрутки и увидел, вернее, ну как бы сказать, только когда она вышла из маршрутки, приметил эту женщину. Она была очень красива. Она была так красива и столь совершенна. Он не смог бы себе этого простить, если бы не попытался познакомиться. Но решил сделать это не совсем обычным способом. Не забыв прихватить пакет с водкой, мужчина погнался за потенциальной жертвой и напал на нее в лесополосе. К счастью, девушка оказалась смелой и в лесополосе смогла дать отпор нападавшему. После неудачного нападения ночью злоумышленник приехал к своему знакомому, с которым у него произошел конфликт. Дождавшись, когда последний заснет, он, вооружившись стамеской, напал на мужчину, нанеся ему многочисленные ранения, после чего скрылся. Подозреваемого поместили в следственный изолятор. Возбуждены уголовные дела. Случай наподобие. В полицию за Волжье позвонили медики. Сообщили, что в больницу привезли женщину из областного центра. Полицейские пояснили, вечером, когда женщина возвращалась домой, к ней подбежал какой-то незнакомец и несколько раз ударил палкой. Затем ограбил ее, прихватив золотые украшения на общую сумму в 30 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска по подозрению в противоправных действиях задержали ранее судимого местного жителя. Снял цепочку на латуе, браслети гнял и палкой ударил разу семь. И было ДИЦКБ. Вино признаете полностью? Да. И оскоряете? Да. По данному факту, следственным отделом ОМВД России по засвежившему району города Ульяновска возбуждено уголовное дело по статье 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». Как и прошлый персонаж, негодяй попал в СИЗО, где и будет сидеть до суда. К депортации приготовиться. В России проходит операция «Нелегал». В различных регионах страны задержаны тысячи трудовых мигрантов, многим из которых грозит депортация. Подавляющее большинство нарушителей не соблюдали установленные правила пребывания на территории Российской Федерации. То есть, фактически, имели фиктивную регистрацию. Ульяновская область, конечно, не исключение. Наши правоохранительные органы регулярно проводят подобные мероприятия. Недавно подвели итоги второго этапа оперативно-профилактической операции «Нелегал-2024». Сотрудниками полиции проверено 567 объектов, в том числе 338 мест компактного проживания иностранцев. В ходе контрольно-надзорных мероприятий выявлено 406 административных правонарушений в сфере миграционного законодательства. В отношении юридических и должностных лиц, уличенных в незаконном привлечении к трудовой деятельности иностранных специалистов, а также в нарушении правил пребывания иностранцев в Российской Федерации, составили 22 протокола об административном правонарушении. Наложено административных штрафов на сумму, приближающуюся к 1 миллиону рублей. Принято 28 решений о запрете въезда в Российскую Федерацию. Суды вынесли 32 постановления о принудительном выдворении иностранных граждан за пределы нашей страны. По факту фиктивной постановки на учет иностранных граждан возбуждено 8 уголовных дел. Пожар – страшное бедствие, безжалостное, уничтожающее, нажитое годами имущество, наносит ущерб жилью, нередко приводит и к гибели людей. Середина августа. Высокий столб густого дыма заметили ульяновцы над поселком Мостовая. По словам очевидцев, загорелись частный дом и баня на улице Пригородной. Пожару присвоили повышенную категорию сложности. В следующей истории пострадавших, к счастью, нет. Но семье из поселка Мостовая-Слобода пришлось изрядно натерпеться. Вернемся в прошлое ровно на два месяца назад. 19 августа 2024 года. Это жилой дом же, я так понимаю, правильно? Ну там без пострадавших, вы не знаете? Нет, все живы. Все живы, ну это хорошо. Животные только там, кошки? Не знаю, выбежали. Как выяснилось, кошки убежали и собаки тоже спаслись. В пожаре пострадали сарай, баня и дом. По предварительной информации, огонь уничтожил. Только имущество, люди целы. Из дома самостоятельно выбрались три человека. Из них двое детей. Соседи не остались в стороне и поспешили на помощь. Подносили пожарным питьевую воду и воду для тушения. Женщина, жившая в сгоревшем доме, оказалась на улице вместе с внуками. Рассказала, что не знает, что загорелось. Но огонь, вероятно, распространился от бани. Сзади бани, в бане вообще ничего горело. Ничего, света нигде не было, поработки. Сзади бани вышла, сзади бани. Как она оттуда вышла, никто не знает. Я дома была, собралась в юрографию пройти, ехать в больницу. То есть вы имеете в виду огонь, откуда-то от бани пошел? Да, сзади бани вышел, сзади бани. А что там загорелось, неизвестно пока? Не знаю. Выбежали мы сами. Пока там сзади бани горело, мы выбежали. Ну быстро прикинулся в дом. Все вещи, все вещи, дорогие вещи, в школу всю гад. Позвонила дочь и сказала, сообщила такое новость, что у нас произошло сгорание в доме. А улица Пригородная, дом Петято, поселке Мостовая. Я сразу же поехал домой с работы на такси. Приехал, уже пожарные службы тушили. У нас пожар при этом. Сами только успели спастись. Трое детей, мать и животных. В 13.44 пожарные смогли остановить распространение огня. В 14.00 пожар полностью ликвидировали. Однако на этом история не завершилась. На помощь пришли не только соседи, но и представители правоохранительных органов. Сотрудники отдела по вопросам миграции ОМИД России по Ленинскому району города Ульяновска напоминают. Паспорт – основной документ. И в случае его утери необходимо срочно обратиться в подразделение по вопросам миграции. Паспорт гражданина Российской Федерации является основным документом удостоверяющего лично гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации. В случае утраты или выхищения паспорта гражданина незамедлительно обязаны обратиться в миграционную службу по месту жительства, пребывания, либо фактическому проживанию для восстановления паспорта. Нужно взять с собой фото 35 на 45 цветные или черно-белые. На ваше усмотрение. В последнее время сотрудники правоохранительных органов с прискорбием отмечают увеличение количества дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. К сожалению, родители не всегда осознают свою полноту ответственности за действия своих же детей. Так в Майинском районе несовершеннолетний, сев за руль автомобиля, попал в ДТП, в котором погиб. Полиция, в свою очередь, напоминает. Дорога на возраст не смотрит, ошибок не прощает, что взрослым, что юным участникам движения. Последние, к сожалению, зачастую не осознают всей степени ответственности, садясь за руль транспортного средства, не задумываются о своей безопасности. Родители, покупая опасные игрушки в виде автомобиля или доверяя ключи от транспортного средства, подвергают их жизнь и здоровье серьезному риску. Тем более, не учитывая возрастные ограничения и необходимость наличия водительского удостоверения. Более того, почему-то некоторые взрослые не принимают во внимание отсутствие у детей навыков и опыта управления транспортным средством. Сотрудниками госавтоинспекции за 9 месяцев текущего года составлено 388 административных материалов в отношении несовершеннолетних, которые нарушили правила дорожного движения. Из них 191 несовершеннолетний водитель управлял транспортным средством, не имеющим права управления. 266 родителей получили административку по статье 5.35 КУАП РФ. Еще 83 автовладельцы за то, что передали руль тем, кто не имеет права водить. Сотрудники полиции напоминают. Родители, именно вы несете ответственность за воспитание, здоровье и поступки своих детей. Уделяйте повышенное внимание организации досуга несовершеннолетних. Не допускайте их к управлению транспортным средствами. Не давайте им рулить, даже если уже умеют. Исключите доступ детей к ключам от автомобилей и мотоциклов, а также запретите управление скутерами без соответствующих прав и навыков вождения. И помните, только своевременная бдительность может предотвратить несчастный случай. Напомню, мошенники не дремлят. И от ФСБ у вас утечка информации. Такое сообщение, поступившее на электронную почту, в мессенджер или переданное суровым голосом по телефону, может заставить понервничать неподготовленного человека. А это лишь одна из множества распространенных схем мошенничества. Наряду со звонками от имени Центробанка или от начальства. Незнание правовых норм можно легко определить, взглянув на эти фотографии. Ни один здравомыслящий сотрудник ФСБ МВД не станет отправлять фото своего служебного удостоверения. От таких заявлений, как на этом фото, у настоящих оперативников волосы встают дыбом от вопиющей некомпетентности писавшего. Банки и силовые структуры никогда не уговаривают людей участвовать в операциях по поимке преступников, не требуют данные банковской карты, а тем более пин-код. В случае продолжения разговора вас ожидает импрессивный спектакль от мошенников. Преступники атакуют группой, представляются бывшими коллегами Цели, а потом следователями МВД, ФСБ. Говорят, что ищут украинский след и обещают уголовное дело. В доказательство присылают фотографию поддельного письма с печатью и подписью генерала ФСБ. Вас попросят выйти поговорить в другое место, подальше от родных и знакомых, чтобы их не пришлось вызвать на допрос. Дело-то секретное. Чтобы не попасться на уловки мошенников, важно проявлять бдительность и осторожность, особенно в сфере онлайн-коммуникаций, а также тщательно оберегать свои персональные данные. Избегайте доверительных разговоров с незнакомцами, будь то в виртуальном пространстве или в реальной жизни. И всегда старайтесь перепроверить, кто ваш собеседник на самом деле. Те, кто предпочитает утренние визиты, проявляют истинную мудрость. Сотрудники правоохранительных органов, облаченные в штатское в компании спецназа в масках, нанесли визит очередным нарушителям закона. Не забыли и о спецприборах, на всякий пожарный вдруг не откроют. Впрочем, об этом в следующем выпуске телепроекта «Полиция 73». Лихие 90-е остались в прошлом, и на улицах больше не гремят выстрелы. Жизнь стала спокойнее. Однако опасность может подстерегать там, где ее совсем не ждешь. И исходит она не от бандитов или криминальных элементов, а от наших собственных соседей. Ранним утром в доме номер 4 по улице Варекеса произошла трагедия. 66-летний пенсионер, возмущенный шумом соседей, взял в руки ружье и решил восстановить справедливость. Итог – три трупа. Обычное недопонимание или расшатанные нервы, а скорее всего и то, и другое, привели к столь трагическим и непоправимым последствиям. Обратился бы мужчина к полицейским раньше, хотя бы к участковому, но теперь уже ничего не поделать. Эта новость в первой половине недели гремела на всю страну. Отмечу грамотную работу полицейских. Именно они ликвидировали стрелка, убившего соседей. В экстремальной ситуации действовали максимально профессионально и слаженно. Давайте будем хоть немного спокойнее. Всегда существует возможность разрешить практически любой конфликт мирным путем. Следите за актуальными новостями в нашем телеграм-канале и официальной группе ВКонтакте ОМВД России по Ульяновской области. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова